Вообще ничего не было, а там тем более. Лечить было нечем, север, продуктов в принципе тоже практически нет. Соответственно, очень большое количество детей, в том числе и маленьких, страдало анемией. Причем очень в серьезном виде. И вот у меня, значит, один ребятенок приходит с мамой, ходил, железо падает, падает. Он чахнет, все. Давали все, что можно, вплоть до попыток переливания крови прямой. Ничего не помогает. Ну вот как-то на очередной прием пришла бабушка с ним. Вот такая древняя бабушка, вот, слушает, слушает и говорит, слушает, ты мне скажи, что с внуком? Че он, помирает? Пять лет где-то ребенок. Я говорю, ну что, говорю, железа в крови не хватает. Вот недостаток и все. Она говорит, что? Значит, соответственно, каждый раз он получает направление на анализ крови, там, приходит через две недели. Я смотрю анализ крови, ничего не могу понять. То есть, гемоголин, пресс пошел вверх. Думаю, ошибка. Ошибка, ошибка. Значит, еще через две недели. Опять ребенок меняется. Значит, я говорю, бабуля, колись, колись. Она говорит, не скажу. А я объясню, почему. Там отношение к врачам немножко другое. Там они как бы вот страшно боятся, уважают. Это вообще как вот что-то святое такое. Не скажу. А где это было? Это Архангельская область. Чего? А? Область чего? Архангельская область. Это вот ближе туда, между немецким округом и Воркутой. Какая у вас? Архангельская. А, Архангельская. Ну вот. И, значит, короче, я приезжал, я говорю, да не бойся, у меня же другие дети. Все это там, это надо делать. И она мне сказала, рассказала рецепт. Говорит, все очень просто. Берешь яблоко. Берешь ржавые гнозди. Натыкаешь. Натыкаешь. Подожди. Значит, оттыкаешь туда. Кладешь в темное место. И через сутки ты это яблоко, значит, скармливаешь. Я не химик. Я понять не могу. Но. Как только мы начали это делать, они не исчезли. Проблема в том, чтобы достать яблоки. Мы доставали там сады. Они дали пирамиды. Проблема достать ржавые гнозди. Именно, да. Совершенно верно. Совершенно верно. В отпуск я приехал в Питер. Иду на кафедру. Уже там свои есть знакомые, выпускники. На кафедру химии. Я говорю, ребята, вот такая ситуация. Объясните. Они ржут. Я говорю, вы мне объясните, почему. Они мне говорят. Очень просто. Гениально. Они ржали до последнего. Я говорю, надо же. И мне пишут реакцию. Значит, в чем проблема лечения анемии железом? Оно не всасывается. Всасывается. Феррум 3, О4. То есть оно в яблоке получается ржавчина? Нет. Нет. Еще подобного. Что такое ржавчина? Это чистое железо. Почему яблоко? Ржавчина это чистое железо? Я думаю, что это окись. Нет. Нет. Это чистое железо. Значит, а вот когда оно на воздухе добавляется О2, получается окись. Но внутри яблока, почему в темном месте? Потому что нет. Света. Света. Не окисляется. Соответственно, я не помню формулу, но соединение железа с яблочной кислотой, только с яблочной кислотой, дает вот эту штуку, которая единственная, полноценно всасывается. И соединение идет по-настоящему стопроцентное. Все гениально, гениально просто. Если у нас есть кто-то с недостаточно железным. Полгода тому назад. Если у нас с недостаточным железом, это не из-за того, что оно не хватает. Потому что оно не всасывается. А из-за того, что там нарушение обмена веществ. Конечно. Полгода тому назад мне звонят из Питера. И говорят, что достаточно близкий мне человек, его дочка, заболела лимфомой. То есть, онкология, все, пошла на химиотерапию. Резко падает гемоглобин. Железо, все. То есть, ну, нули не могут установить. Она мне звонила, говорит, может, в Израиле есть какие-то лекарства, какое-то железо. Я говорю, надо тебе израильское лекарство. Старый проверенный способ. Сделай вот так. А где брать железные гвозди? Я тебе скажу. Она делала очень просто. Она не брала ни гвозди. А что? Она взяла чисто железную проволоку. А где ее? Ну, железная проволока есть. Любые железные предметы. Она их замочила. И на солнышке. Они покрыли ржавчиной. Любые. Не надо гвозди. Любое. Не понятно, но как знать в наше время, что это вот чистое железо. А я тебе скажу как. Намочи и положи. Через 20-30 минут оно будет покисляться, будет покрываться. А быстро? Вот, да. Очень быстро. На солнце очень быстро. Так вот, короче говоря, она сделала то же самое. Она сдает анализ крови. Приходит. Они же говорят, какой препарат вы даете? Она говорит, я не даю препарат. Говорит, такого быть гематологи. Говорят, наблюдаем же ее в институте Петрова в Питере. Короче говоря, они подняли все это время в химиотерапию. Она держала ее на этом. Они ездили по деревням. Они собирали вот эти вот всякие там скобы и все это дело. Прочее. Там кто можно найти в деревнях? Ну, ребят. Я не думаю, что вообще есть что-то из железа. Ну, неважно. В любом случае. Может из-за этого грубой тамбур или вот это. Железо. Везде будет какой-то сплав. Не думаю. Сто процентов. Да? Ну, тем не менее. Везде будет какой-то сплав. Сейчас железо чисто очень сложно найти. Тем не менее. Возь-то. В западном мире. Насчет западного не знаю. Но я вам говорю. А когда я приехал оттуда в Питер, в поликлинике, допустим, на участке какое-то время я работал, там имени у меня вообще не было. Ко мне ходили. Я молчал. Потому что... И сегодня очень распространенный препарат, железо, он называется спатон, может быть, вы даже слышали, это именно вода с железом, с самым своим железом. Я думаю, что там тоже, да, тот же, в принципе, это вода с Уэльса. И она идет в пакетиках, как он идет. Да? Спатон. Да. Он очень быстро понимает. Самое главное – сделать вот эту химическую реакцию. Ну, химики могут подсказать какие-то другие варианты, наверное. Ну да, для этого нужно где-то взять железо. Я не знаю. Ну, бабка-то вообще, она, так сказать, слова такого не знаю. Ну, я эту историю знаю, как, в смысле, про железо с гвоздями, в смысле, с яблоками, еще в моем детстве это было. Так весь вопрос, мне же было интересно, почему? Ну да. Почему? А химики мне очень четко, они мне обрисовали, говорят, они поржали надо мной, вот. Они говорят, надо же, как интересно. Мы-то эту реакцию узнали, но где химия, где яблоки, да. А ржавчата пошла, а это ржавчата? Да.